Всем привет! В этом видео я вам расскажу, как купить билет в театр или в музей с помощью пушкинской карты. Обязательно досматривайте это видео до конца, чтобы у вас не оставалось вопросов, а также ставьте лайк под этим видео и подписывайтесь на канал. В официальном видео от Госуслуг был момент, где там показывалась покупка через приложение Культура. Давайте зайдем в приложение Культура. Вот моя карта, 3000 баланс. Попробуем перейти внизу, нажав на карту. Вот слева. Вот Санкт-Петербург. Выберем, допустим, вот эту точку. Это у нас Государственный музей истории Санкт-Петербурга. Листаем в самый низ и, по сути, здесь должна быть кнопка «Купить». У меня ее почему-то нет. Если у вас здесь кнопка «Купить» есть, то там все довольно-таки просто. Просто нажимаете «Купить», там автоматически билеты появятся. Если у вас такая же проблема, как у меня, то нужно перейти на сайт через браузер. Называется Культура.ру. Вот. Калча.ру. Можете просто в поиске бить в Яндексе, там или в Гугле «Культура.рф». Вот. «Культура.рф» просто биваете и все. Вот попадаем на такой сайт. Здесь слева сверху нажимаем на три полоски. И нам нужно сначала войти в аккаунт. Нажимаем «Войти». Входим через госуслуги, то есть вводим тот же там телефон, снилс, через который мы заходили на сайт Культура. Ой, точнее, в приложение Культура. Вот здесь вводим телефон, почту, снилс и пароль. И нажимаем на кнопочку «Войти». Почему-то сайт пока не работает, возможно, какие-то доработки. В общем, сначала входим в аккаунт. Если в аккаунт войти не получилось, то, ладно, переходим обратно на три полоски. Выбираем первый пункт «Афиша». Здесь выбираем «Пушкинская карта». Вот. И здесь будут все мероприятия. Вот здесь можно сделать встречи, выставки, концерты и так далее. И поставить также здесь можно дату, на какое число вы хотите пойти. Допустим, вот выберем дом-музей, нажимаем на него, билет от 100 рублей, нажимаем кнопочку «Купить билет». Вот здесь секунды у нас авторизируется на сайт с оплатой. Можно нажать просто «Перейти на сайт». Итак, здесь мы выбираем число, вот здесь можно выбрать, ну, можно пролистать вот дальше. Вот. Ну, допустим, вот 12 сентября, воскресенье. И здесь мы выбираем билет. Вот «Взрослые», «Граждане России» и «Иностранные граждане». Ну, то есть здесь выбираем категорию, которая больше вам подходит. Вот если вы ученик школы, там, учащийся, вот, от 7 до 18 лет, здесь выбираем. Вот за 100 рублей будет билет. Вот «Дошкольники» тут вообще бесплатно. Ну, в общем, я вот выберу первый билет, 200, плюсик нажал, у нас перекидывает вот в самый низ. Здесь мы вводим фамилию, имя, отчество ваше, телефон, e-mail и повторяем e-mail. После чего нажимаем на кнопку «Далее». И здесь нужно еще нажать вот на эти штуки. Согласен с условием политики, согласен на рассылку, можно не нажимать. Листаем вниз. Вот у нас есть 30 минут, чтобы оплатить. Здесь мы выбираем «Пушкинская карта». Вот оплата только по «Пушкинской карте». Нажимаем «Оплатить». И нас перекидывает вот на такую форму оплаты Сбербанка, да. Здесь мы вводим номер карты, месяц, год и CV-код. Это все дело мы находим в приложении «Культура», которое до этого показывал. Вот здесь реквизиты карты, на них нажимаем, там будет как раз номер, дата, до которой действует, и CV-код. Указываем электронную почту, нажимаем на эту кнопку «Оплатить», и вам на электронную почту придет билет, с которого вы сможете пройти на данное мероприятие. В принципе, на этом у меня все. Если у вас остались какие-либо вопросы, обязательно задавайте их в комментариях под этим видео. Даже если вам просто понравилось это видео, напишите под ним любой комментарий, обычно отвечая на все ваши комментарии по возможности. Всем спасибо за просмотр, всем удачи, всем пока! Всем пока!